В Перми появится межрегиональный центр по обучению учителей финансовой грамотности с тем, чтобы они потом могли транслировать знания детям. В перспективе все это может вылиться в серьезные изменения в школьной программе. Подготовлены методические рекомендации по встраиванию вопросов финансовой грамотности для курса общества знания, для математики. Есть предложение по встраиванию вопросов финансовой грамотности в курс безопасной жизнедеятельности. Все это начало реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения. Документ был принят в сентябре этого года. О принципах и подходах на местном уровне говорили на межрегиональной конференции в Перми. Мероприятие прошло при поддержке краевого Минфина. Свой опыт представили сразу несколько субъектов страны. При Камье в числе лидеров. Уже несколько лет в крае действует программа по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения. Наш опыт тех занятий, которые мы проводим и с работающими гражданами, и с пенсионерами, и с детьми был достаточно высоко оценен на федеральном уровне. И мы вошли в число пилотных регионов, которые пробировали программу бюджетной грамотности. Постепенно начинается и реализация национальной стратегии. В перспективе, помимо учебно-методического центра, в школах края должны появиться учебные пособия по финансовой грамотности. Разработана Олимпиада для школьников. Инфляция. Почему растут цены и кто их может сдержать? Как взять онлайн-займ? Как спланировать покупку новой машины? Что такое финансовые планы? Как вообще вести личный бюджет? Знания ответов на все эти вопросы и будут результатом большой работы по повышению финансовой грамотности населения. Наша цель – привить детям вот это финансовое мышление, финансовое мировоззрение. Андрей Голдарев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».